Вирус гепатита D В 1977 году доктор Марио Ресетто с коллегами обнаружил в ядрах гепатоцитов, больного хроническим гепатитом B, неизвестную антигенную частицу. Вначале ее расценили как неидентифицированный ранее четвертый антиген вируса гепатита B, дельта-антиген. Но благодаря дальнейшим исследованиям и опытам на шимпанзе выяснилось, что это не антиген вируса гепатита B, а отдельный, но дефектный вирус. Для сборки вирусных частиц и развития инфекционного процесса вируса гепатита D он нуждается в присутствии вируса гепатита B, снабжающего его белком оболочки HB с антигеном, который циркулирует в крови у инфицированных лиц. Вирус гепатита D использует его для образования наружной оболочки, суперкапсида. В результате образуется вирулентный полноценный гипототропный агент, способный избирательно прикрепляться к гепатоцитам. Именно поэтому вирус гепатита D встречается только у инфицированных вирусом гепатита B лиц. Вирус гепатита D представлен 8 генотипами. Первый генотип встречается повсеместно, другие генотипы циркулируют на определенных территориях. Второй генотип преимущественно распространен в дальневосточном регионе с доминированием в Японии и республике Саха-Якутия. Третий генотип встречается в северной части Южной Америки. Четвертый выявляется на Тайване и в Японии. Пятый, шестой, седьмой и восьмой генотипы распространены в ряде регионов Центральной и Западной Африки. Считается, что в мире около 15-20 миллионов человек инфицированы вирусом гепатита D. Это примерно 5% от всех инфицированных вирусом гепатита B. К эндемичным регионам относятся бассейны Мазонки и Монголии, где частота выявления антител к вирусу гепатита D среди инфицированных вирусом гепатита B составляет выше 50%. На территории Российской Федерации циркулирует первый и второй генотипы. Первый генотип является доминирующим и встречается повсеместно. Второй наиболее распространен в республике Саха, Якутия, и иногда встречается у коренного населения Чукотского автономного округа. Наличие в организме двух вирусов отягощает течение заболевания и примерно на 10 лет раньше приводит к развитию цирроза печени, чем в случае моноинфекции вирусом гепатита B. У таких пациентов повышен риск развития гепатитулярной карциномы и чаще возникает необходимость трансплантации печени. Источником инфекции главным образом служат больные хроническим гепатитом B с дельта-агентом. Возможно, как одновременное заражение вирусами гепатита B и дельта, это будет коинфекция, так и суперинфекция вирусом гепатита D на фоне уже имеющегося инфицирования вирусом гепатита B. Механизм передачи вируса гепатита D контактный, реализуется с помощью полового, парентерального и контактно-бытового путей передачи. Вертикальная передача вируса от матери к плоду также актуальна для дельта-инфекции. Инклубационный период составляет от 2 до 4 недель при коинфекции и может сокращаться до 7 дней при суперинфекции. При коинфекции, когда в организм попадают сразу 2 вируса, в первую очередь в крови можно обнаружить маркеры вируса гепатита B, HBS-антиген и ДНК вируса гепатита B. Они начинают определяться уже в конце инкубационного периода. А примерно через неделю после появления маркеров вируса гепатита B с помощью ПЦР можно определить РНК вируса гепатита D. Затем организм начинает вырабатывать антитела к вирусу гепатита B и к вирусу гепатита D, которые можно определить с помощью иммуноферментного анализа. Антитела острой фазы – это анти-HB-кор иммуноглобулины М, анти-HDV иммуноглобулины М, затем появляются иммуноглобулины G. Появление в крови антител к поверхностному антигену вируса гепатита B свидетельствует о выздоровлении, так как они являются нейтрализующими вирус антителами и впоследствии защищают от повторного инфицирования. У выздоровевшего человека на протяжении долгого времени и иногда пожизненно можно обнаружить анти-HB-кор и анти-HDV, свидетельствующие о встрече организма с вирусами гепатита B и дельты. При суперинфекции в крови уже есть вирус гепатита B и можно определить HB-с-антиген и ДНК вируса гепатита B, и также антитела к вирусу гепатита B. А спустя инкубационный период, который при суперинфекции может быть очень коротким и составлять 7 дней, появляется РНК вируса гепатита D, которую можно выявить с помощью полимеразно-цепной реакции. А позже появляются антитела к вирусу гепатита D. Суперинфекция практически никогда не заканчивается выздоровлением в очень редких случаях, поэтому на протяжении всей жизни в крови больного человека можно определить маркеры вируса гепатита B и вируса гепатита D. Для того, чтобы выявлять РНК или ДНК вирусов с помощью полимеразно-цепной реакции, необходимо использовать праймеры к высококонсервативным участкам генома вирусов, которые не меняются в зависимости от генотипов и субтипов. У дельта-вируса это участки, кодирующие антиген вируса гепатита D или базим. В Центральном институте эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны 3 тест-системы для ПЦР-диагностики гепатита D. Амплисенс HDVFL позволяет качественно выявлять РНК вируса гепатита D. Амплисенс HBV HDVFL позволяет одновременно выявлять ДНК вируса гепатита B и РНК вируса гепатита D. Для количественного определения РНК вируса гепатита D, необходимого для контроля течения заболевания, а также для контроля эффективности противовирусной терапии, разработан набор Амплисенс HDV Monitor FL. В терапии гепатита B и также гепатита D на сегодняшний день большие надежды возлагаются на препараты, созданные на основе действующего вещества бульвертида цитата. Это синтетический аналог, состоящий из 47 аминокислот липопептидного фрагмента большого HBS антигена вируса гепатита B, связанный на Н конце с меристиновой кислотой. Благодаря высокоспецифичному и стабильному связыванию с НТСП рецепторами на поверхности гепатоцитов, бульвертид блокирует проникновение в них вируса гепатита B и вируса гепатита D. Благодаря этому нарушается жизненный цикл вирусов, не происходит образование новых вирусных частиц и их проникновение в здоровые гепатоциты. Наряду со снижением вирусной нагрузки происходит уменьшение воспалительного и цитолитического процесса в печени, что проявляется снижением активности печёночных ферментов. Снижение воспаления приводит к замедлению прогрессирования фиброза и цирроза печени и уменьшается риск связанных с ними осложнений. К сожалению, полное излечение от гепатита B и от гепатита D на сегодняшний день невозможно. Оценить современную эпидемиологическую ситуацию в Российской Федерации по гепатиту D довольно сложно, так как на сегодняшний день отсутствует официальная регистрация случаев заболевания гепатитом D. Согласно пункту 716 новых санитарных правил, которые вступили в действие в сентябре прошлого года, все лица, у которых впервые выявлен HBS-энтиген или ДНК вируса гепатита B, должны быть обследованы на наличие маркеров вируса гепатита D – антитела, HDV, иммуноглобулина G. Но, несмотря на то, что теперь в обязательном порядке проводится диагностика гепатита D, учета выявленных случаев в форме Федерального статистического учета номер 2 сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях нет. Регистрируются только случаи заболевания гепатитами А, В, С и Е. На базе лаборатории вирусных гепатитов Центрального института эпидемиологии Роспотребнадзора функционирует референс-центр по мониторингу за вирусными гепатитами. Мы провели анализ эпидситуации по гепатиту D, используя данные автоматической информационной системы референс-центра. В период с 2015 по 2021 годы доля острого гепатита D среди случаев острого гепатита B составила от 1,2% до 2,7%. Доля случаев хронического гепатита D среди случаев хронического гепатита B составила от 0,8% до 2,3%. Среди пациентов с хроническим гепатитом B, состоящими на учете в период с 2015 по 2021 годы, доля пациентов, у которых также регистрировался хронический гепатит D, составляла от 2,8% до 5,5%. Обратите, пожалуйста, внимание, что в 2020 и 2021 году произошло снижение показателя. Однако это не свидетельствует об улучшении ситуации с гепатитом D. Это результат гиподиагностики, которую мы наблюдали и продолжаем наблюдать в связи с эпидемией COVID-19, когда все силы были брошены на борьбу с новой инфекцией. На территории Российской Федерации есть регионы гиперэндемичные по гепатиту D. Это республика Тыва, республика Саха, Якутия и Дагестан. В гиперэндемичных регионах доля гепатита D среди гепатита B может достигать 40% и даже выше. Обратите, пожалуйста, внимание, что в республике Тыва среди пациентов с гепатитом B плюс дельта, состоящих на учете на 2021 год, нет лиц от 0 до 19 лет. Это пример опосредованного влияния вакцинации против гепатита B, которая началась в Российской Федерации в 1998 году, на заболеваемость с гепатитом D. Благодаря существенному снижению заболеваемости гепатитом B в молодых возрастных группах, которые были вакцинированы при рождении, удалось также снизить и заболеваемость с гепатитом D, так как инфицирование вирусом гепатита D невозможно без присутствия вируса гепатита B. В Москве в 2022 году, по данным референс-центра, доля впервые выявленного острого гепатита D среди острого гепатита B составила 3%. Доля впервые выявленного хронического гепатита D среди хронического гепатита B составила 4,6%. Среди состоящих на учете пациентов с хроническим гепатитом B, 1,2% также имеют хронический гепатит D. Для получения актуальных данных по распространенности маркеров дельта-инфекции среди инфицированных вирусом гепатита B лиц в городе Москве на 2022 год мы провели выборочное сирологическое исследование. Было собрано 1092 образца плазмы крови пациентов, проживающих в Москве, в которых был обнаружен HB-сентиген. Образцы исследованы с помощью иммуноферментного анализа на наличие антител к вирусу гепатита D класса G. Маркер был обнаружен в 55 образцах, что составило 5,04%. В заключении необходимо сказать, что проблема гепатита D в Российской Федерации существует. Об этом свидетельствуют и статистические данные референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами и результаты выборочных исследований, в том числе нашего. Очень важно, чтобы осуществлялась официальная регистрация случаев гепатита D на федеральном уровне, чтобы в практику были внедрены скрининговые программы выявления маркеров вирусов гепатитов B и D у населения Российской Федерации, чтобы была создана база для депонирования и анализа геномов-изолятов вируса гепатита D, циркулирующих на территории Российской Федерации, и чтобы были созданы программы ведения пациентов с гепатитом D с мониторингом вирусной нагрузки и активности печеночных ферментов для контроля развития осложнений, таких как цирроз печени и гепатоцеллярная карцинома. Я благодарю вас за внимание.